Привет всем! Не подумайте, сейчас не ночь, сейчас раннее утро, 5 утра. Мы идем на автобусную станцию, чтобы поехать в Боснию, в город Беллино. Сегодня что-нибудь с утра воскресенья, все только в три часа ночи разошлись из колбаков по домам, на улице никого, они не таксисты. Ехать нам три с половиной часа, в 9.30 будем уже в Беллино. Надеюсь на границе, на этой, тут еще ни разу не ездили, будет немного народу. Хотя это такая, по идее, трасса здесь, центральная. Может и в автобусе вообще никого не будет еще на этом рейсе толком. Посмотрим. дошли до автовокзала. Вон же ЖД вокзал. Рано пришли, до автобуса еще 40 минут. Так, ну, вот самый главный вопрос, да, вот, что это мы в такую рань тащимся в Боснию? Ну, здесь все просто. Каждый российский гражданин может находиться на территории Сербии 30 дней, а потом нужно выехать. А так как мы решили задержаться еще на месяц, то сейчас мы сделаем этот выезд и буквально уже вечерком вернемся обратно и завтра получим новую регистрацию еще на месяц. А потом уже двинем в Будву уже совсем скоро. Будет море и горы. Вот вся поездка сейчас вот в один конец нам обходится примерно где-то в 17 евро. И сейчас приедем на вокзал и купим там обратный билет сразу. пришли на вокзал и тишина. Все просто закрыты. И тут одна работает подписание. Уже скоро автобус. Видим по столовой перроне сидеть еще три с половиной часа. Забрание на снимание. Вот. Говорят, что снимать запрещено. Окей. Забрание на снимание. Вот такой вот прикол. Вышел дяденька и сказал, что на автобокзале снимать нельзя. Это секретный объект стратегического назначения с какими-то, наверное, транспортными средствами по новой технологии. Главное, чтобы шпионы не раскрыли эту технологию и не украли ее отсюда. Давайте посмотрим на эти технологии сейчас потихонечку. Технологии не видно. И ехал наш автобус в новый сад в бане Гурчича нам было сделано. Будем так залазим в автобус вот сели сели как-то в передовые нанотехнологии, которые нельзя снимать. Сейчас, наверное, он полетит. на всех парах. Посмотрим, как все это будет выглядеть. перешли границу. долго искали штампики о въезде и выезде. Это граница сербская была. Сейчас подъедет автобус, сядем и поедем на боснийскую границу. Едем в сторону боснийской границы. Вот одна особенность. Походу здесь у них нет электронной регистрации, они ищут в печати и забрали белый картон. Тоже это нашу регистрацию в полиции в Нови Сад. Посмотрим, как будет в Боснии. проезжаем мост через реку Сава. На той стороне уже босния. Граница проходит тут ровно посредине реки. И так мы приехали в Елено на автовокзал. Сейчас у нас две задачи это найти туалет и купить обратные билеты в Нови Сад. Чем мы сейчас и займемся. Значит, новости такие, что важно. Карты на вокзале не принимают для покупки билетов, поэтому надо искать банкомат и снимать местную валюту КМ. Вторая важная новость это то, что туалет платный. Ну, кошмар вообще, идиотизм. Ну, вот так вот как бы. И, соответственно, денег местных нету, в него тоже не сходишь. Будем искать сейчас кафе для всех этих целей. Так, что мы тут видим? так, а вот банкомат производства банка. Вот так вот банкомат не работает. Продолжаем поиски. интернета тоже нет. Как-то не посмотришь. вот такие вот экстремальные условия. Так, ну все, мы довольны. нашли банкомат, сняли денег, попили кофе. Сейчас сходили в туалет, естественно, иначе бы недовольные были. Сейчас идем на автовокзал, купим обратные билеты и дальше уже пойдем гулять и поснимаем, что здесь есть красивого и некрасивого все вместе. теперь посмотрите какой прекрасный вокзал находится в Ниле. Это просто чудо архитектурной мысли. И вот здесь сидит такая тетенька за столом с клеенкой и продает билеты в заметное место, в планеты. так что будьте готовы бесплатно не входите здесь. Здесь можно покушать. И вот здесь выход в город и вот теперь после когда мы выходим отсюда значит здесь сразу туда не ходи вот сюда ходи и в центр мы идем вот сюда. Так ну и начнем снимать все подряд что тут есть. Такая улица ведет на центральную площадь от вокзала. сегодня воскресенье все закрыто. Кстати еще важный момент кредитной карты здесь в кафе не принимают категорически. на центральной площади находится банкомат Сбербанка местного и там практически один в один по курсу можно снять местную валюту КМ. вот к примеру мы сняли 10 только 10 КМ 20 КМ и выхватили с карты 10 евро 23 цента на 23 цента дороже а так 1 в 2 как обычно считается вот мы подходим к центральной площади какие-то выборы вот это здание городской администрации лns гости гости Linux 20 21 22 25 22 Что-то там такой с мячом. Такие вот скульптуры фонтаны, с обучкой грязной водой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот он и секретный проход на рынок. Наша задача найти вкусный боснийский сыр, который есть в большом количестве в Требине на рынке. Вот цены, получается 2,50 стоит евро 25 за кило. Растовцы, огурцы по 50 центов, паприка евро 25 шикарная. Вообще-то здесь неплохо, много всего. Вот за 2 евро, за 1 евро паприка. Ну а вот здесь для особых любителей паприки. А это что такое желтенькая упаковочка? Свечи. Так, вот, кажется, я вижу сыры. Нет, не они. Так. Здесь вот то. А, ну вот есть какие-то лежат, да? Вот лежат. Вот такие, смотри, копченые есть. Здесь такие вот мягкие. Вон там вот, вон там кругляшки лежат. Ну вот, вижу только копченые. Ну что, может быть, надо спросить по поводу копченого. Вот такой вот, да, сыр? Добрый день. А сколько стоит сыр? 6 марок. 6 марок. То есть 3 евро. Вот такой столик небольшой, да? Так, в общем, вывод по сыру такой. В Требине за 4 большой, а тут за 3 маленький. Ну ладно. И, кстати, выбора здесь нет. В Требине больше. Хотя сейчас вроде бы воскресенье, но сыр как-то не очень. Вот что в Сербии с сыром вот какая-то небольшая проблема есть, что вот здесь, не знаю почему. Так, ну надо отсюда выходить уже тихонечко. В принципе, рынок хороший. Вот он здесь вот так. Мойка. Рынок хороший, все есть. Все такое очень на вид, все свежее, красивое. И цены нормальные, кстати. Ну и выходим. Так, в этом городе, судя по карте, есть довольно большая река, которая его пересекает. Как и в Требине, но тут больше она. И по идее, по идее, там должна быть, ну как обычно на реке, какие-то набережные и вообще какие-то интересные виды. Поэтому мы сейчас двигаемся прямиком туда, поснимаем там и там же пойдем в большой бинго, в большой супермаркет посмотрим. Вот это в центре находится маленький бинго. Он работает. Он работает. Он работает. Он работает. Ну и вот как обычно, да, вот так вот идешь по улице, заворачиваешь центральную площадь и вот видишь вот такую как бы неприглядную картинку. Да, точно, впечатления такие, когда первый раз попали в Новый Сад и пошли по этим страшным улицам. Примерно так же, когда мы не в ту сторону завернули от... Мало того, что и автобокзал страшный, мы еще и завернули их не в ту сторону. Здесь лучше намного. Начинаем. Здесь bother... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте полюбуемся. Да, это она. К сожалению, ожидания не оправдались. Вот еще раз полюбуемся на прекрасной набережной. Посмотрите, какое благоустройство. Здесь можно очень удобно разместиться на берегу, позавтракать, попить кофе, вдохновиться. Хотя все же надежда маленькая есть, что все-таки где-то какой-то кусочек сделан. Вот, наверное, в ту сторону, в центре, если мы обратно пойдем. О, кстати, какая интересная винтажная постройка. Вон он там, в Вайкики. Так, вышли к торговому центру. Отпускать тут как-то, наверное, не принято. Вот какой-то магазин называется «Консум». Да, кандидатов тут активно рекламируют. Зашли в Бинго. Закупились там сыром, который в два раза дешевле, чем в Сербии. Сейчас попробуем пройти другой дорогой в центр. Может быть, увидим какие-нибудь красивые места. В чем я сомневаюсь. Смотрим. А это вот что такое? Что-то ужасное. Да, это даже слов не знаю, как назвать. Что-то такое предшкольское величие, типа детского сада, что-то. Так, вот туда у нас центр, а туда какой-то сборник и угольник. Снова вышли на эту речку с другой стороны. Ничего не меняется. Все так же. Все пытаюсь найти, на чем остановиться глазу. И вот кроме этих прекрасных завалов туалетной бумаги, ничего не наблюдаю. И вот так вот, Субтитры создавал DimaTorzok Кошмар, чем они здесь заправляют машины? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это центральная площадь, мы туда вышли Собственно говоря Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, вот если что, вот это я первую сейчас только встретил, менящницу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Классная архитектура, кстати Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снова вернулись на площадь Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим, где здесь можно отдохнуть в тенке И попробуем сходить еще в одну часть города И, собственно, на этом, я думаю, вся картина будет ясна Ну, вот эта вот лютая хрень, которую выстроили на нейтральной площади Среди исторических зданий заслуживает особого внимания Притом, это центр скульптуры Ну, ребят, как скульптурой Сложновато Так, что у нас тут? Там все можно Там автобусная станция, отель Дрина Монастырь, он там есть Пойдем, посмотрим И городской парк, кстати Вот, а там мы не были Может, сейчас Нам там прямо красота брызнет в лицо Вот Вот Монастырь 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 Уни-кредит банк решил показать, насколько он крут так а вот это монастырь кстати вон там фонтан красивый зайдем посмотрим ну вот это кстати наводил у меня с той стороны ничьей Вот как здесь красиво. Обалденные метелочки. 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 Продолжение следует... 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 Вот еще одно лютое чудо в современной архитектуре А вот за ним какое интересное сооружение Сейчас мы к нему подойдем, посмотрим Хочется сказать, что там атомы У меня это такие здания Так, мы подошли к этому сооружению Интересно было бы узнать, что это такое Судя по всему, это уже не функционирует Дойдем к входу, может там что-то написано А вон какая-то надпись есть Кругом торговые ряды А, это водопровод и канализация Функционерное общество Собственно говоря Интересно, что у них наверху Платили туда экскурсии Было бы интересно Я бы заплатил пару евро Чтобы туда подняться и полазить Ну, на этом мы завершаем Нашу экскурсию По этому милейшему городу Велина Как сами видите В плане эстетики Здесь весьма все очень грустно Хотя есть вот такие отдельные места Вот, ну, что там здесь В частности монастырь А что еще? А даже не знаю Но не вот это же Монастырь И вон тот живой комплекс еще Как образец Как гармоничный Великославской Жилой архитектуры Сейчас мы зайдем на рынок И будем двигаться Кафтовый аркзал Там я уже все снимал Поэтому На этом все Подписывайтесь на канал Подписывайтесь Ставьте лайки Лайки Что-нибудь комментируйте Будем ходить снимать дальше Посмотрите какое здание 1888 года был Интернациональный банк И до сих пор он здесь И посмотрите Еще на одну лютую хрень Которая находится рядом Между двумя историческими зданиями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok